Страшный диагноз рак жительницы Тольятти Анне Кухлиевской поставили три года назад. Местные врачи сказали, нужно удалять матку, но молодая женщина мечтала родить еще одного ребенка и решила бороться за свое будущее. Она приехала в Самарский онкодиспансер, где ей сказали, что можно вырезать опухоль, сохранив орган. Как и у всех страх, испуг, конечно, я не знала, что мне делать. Была истерия, наверное, как и у всех, как дальше жить. Окружение отнеслось скептически, то есть все, если у тебя рак, значит, скоро умрешь, вплоть до такого состояния было. Но я не сдавалась, я искала варианты, я очень хотела сохранить это все. Сейчас у женщины стойкая ремиссия, самое страшное позади. Каждые полгода она приезжает в Самарский онкодиспансер на контрольные процедуры. Врачи уверяют, если и дальше все будет так же благополучно, совсем скоро Анна снова сможет стать мамой. По словам специалистов, рак – это хроническое заболевание, с которым можно жить долгие годы. Главное – распознать его на ранних стадиях. Тогда можно сохранить не только жизнь пациента, но и пострадавшие органы. Мы прекрасно понимаем, насколько это тонкая морально-этическая грань для каждой женщины, особенно молодой женщины в репродуктивном возрасте, максимально сохранить свою фертильную функцию. И поэтому именно вот эти операции нам позволяют сохранять женщине, оставаться женщиной во всем и, соответственно, помогать в будущем, когда появляется такая возможность, чтобы женщины могли забеременеть и родить здоровых детей. Вот уже 10 лет врачи Самарского онкодиспансера, одни из немногих в Приволжском федеральном округе проводят органы с охранной операцией при злокачественных новообразованиях женской репродуктивной системы. Накоплен огромный опыт. В рамках реализации национального проекта здравоохранения, инициированного президентом России Владимиром Путиным, в областной онкодиспансер поступило новое современное оборудование. Более 100 единиц, в том числе и для операционного блока. Самарские врачи говорят, каждый год отмечается рост заболеваемости онкологии, но ситуация под контролем. Это естественный процесс, не надо этого бояться. Мы дольше живем, соответственно, больше накапливается патологических генов, и это приводит к развитию онкологических заболеваний. Основная задача – это снижение смертности и это увеличение продолжительности жизни даже с онкологическим заболеванием. Еще 10 лет назад органы сохранные операции для врачей Самарского онкоцентра были уникальными. А сейчас в год проводится около 1200 операций. Из них порядка 30% с сохранением пострадавшего органа, в том числе и лапароскопическим способом. Виктория Шарая, События.